Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа. Я ее ведущий Александр Глубченко и сегодня мы поговорим как бы на отвлеченную философскую тему. А вы уже сами решайте, применимы ли понятия, которые будут сейчас мною изложены, суждения, умозаключения, которые я сейчас выскажу, к российской действительности. Я впрямую ничего говорить, показывать, называть, показывать пальцем не буду. Я просто хочу проанализировать мнение, взгляд великого итальянского философа, мыслителя, писателя Умберто Эко, который сам явился жертвой фашизма, который еще в юном возрасте воевал в итальянском сопротивлении против режима Муссолини. И он дал общую характеристику такому понятию, как фашизм. А вот сейчас мы просто попытаемся провести некоторые параллели. Он выставил на обозрение публики в своей огромной статье, которая называется «Урфашизм», то есть «Вечный фашизм». Так и называется «Вечный фашизм» его статья. То есть то, что где-то, когда-то, почему-то он будет существовать вечно. И там типов, видов, разновидностей фашизма достаточно много. Давайте разберем эти 14 пунктов, а вы сами проводите параллели и смотрите. Применяйте к реальной действительности. Посмотрите, в какой стране это можно предъявить. Значит, Умберто Эко написал. Первый пункт любого фашизма – это традиционализм. То есть взывание к традиционным ценностям общества. Ну, скажем так, от Ивана Грозного до Сталина. Я называю самых одиозных. Где-то проходят все-таки какие-то вот эти вот скрепы этого уровня. Второй пункт – неприятие модернизма. Да, но это же противоречие с традиционализмом. То есть все, что новое, все, что современное, все, что не влазит в понятия, в том числе в культуре, в литературе, в науке, значит, в технологиях. Все, что не влазит в понимание сторонника фашизма – это называется модернизм и идет его полное неприятие. Например, стиль в танце или стиль в одежде. Ну, например, да, милированные волосы. Или, значит, там, я не знаю, татуировка. Или, например, там, пирсинг, да. Это уже не принимается даже на уровне внешнего вида. Третий пункт – действие ради действия. То есть это сопротивление науке, образованию, культуре. То есть надо накручивать себя и разводить различного рода действия для того, чтобы не оставлять страну в покое. Государство, общество в покое. Четвертое – невыносимость критики. Да? Нам никакого, Алексей Анатольевич, не напоминает четвертый пункт – невыносимость критики. Кого-то за границу, кого-то в тюрьму. Нельзя критиковать руководство вот этого вот самое на букву «Ф». Так, несогласие – признак инородства. Заметьте, сколько людей, несогласных с действующими режимами, упрекали в том, что они не принадлежат к титульной нации. Да, 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 да. А мне, например, кажется интересным случаи, связанные с упреками в адрес, допустим, того же Шлозберга, того же Гозмана, в адрес представителей крымско-татарского народа. То есть не согласен – ты инородец. Да, 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 и эти, в общем-то, упреки появляются довольно часто. Шестой пункт. Поддержка фашизма рождается из неблагополучия. Вспоминайте Германию. Посмотрите вокруг себя, кто поддерживает режим. Люмпен пролетариат в основном. Те, кто не хотят думать, но при этом не имеют денег. Социально обездоленные – это седьмой пункт. Должны гордиться тем, что рождены в этой стране. То есть в нагнетании идет такого, знаете, псевдопатриотизма или квазипатриотизма. Ты гордись только тем, что ты здесь родился. Ты уже счастливый человек. Не важно, что у тебя маленькая зарплата или маленькая пенсия, что у тебя нет квартиры, что у тебя нет машины, у тебя нет дачи. Твои дети ходят голые и сопливые и больные. Но ты гордись тем, что ты родился в этой стране. Восьмой пункт. Оскорбленность чужим богатством. То есть все время вдалбливают, что это зажравшаяся, ожиревшая, ленивая Европа, которая, например, Европа или Америка, которая живет за счет нас. Мы ее кормим, одеваем, обуваем, а сами вот ходим такие. Они все подлецы, они думают только о материальном благосостоянии, а мы духовные. То есть мы оскорбляемся тем, что люди живут богато. А ведь реально живут богато в Европе. Девятый пункт. Нет борьбы за жизнь, а есть борьба ради борьбы. Но это перекликается с третьим пунктом. Действие ради действия. То есть ты не должен, опять же, исходя из теории патриотизма, ты не должен бороться за свою собственную жизнь, за свое собственное благополучие. Ты должен бороться ради того, чтобы бороться. И такая задача ставить. Помните вот это вот? Умремте ж под Москвой и слезы из глаз, да? На выборах мартовских. По-моему, 18-го года, да? Ребята, не Москва ли за нами. То есть борьба ради борьбы. Хотя, по идее, можно жить спокойно, мирно и все политические вопросы решать совершенно мирным, спокойным путем. Нет, надо бороться. Десятый пункт. Популистский элитаризм. То есть, члены одной партии являются элитой. Элитаризм, популистский какой? Допустим, в советское время, это тоже своего рода фашистский режим, нужно было, значит, члены КПСС были своего рода элитой. Вспоминайте, кто жил при советской власти. Это была элита производственная, это была элита научная. Они все должны были быть членами КПСС. Остальные, кто не члены КПСС, те плебеи. Давайте проведем параллель, ну, скажем так. Сегодня мы можем поглядеть только на партию с изображением медведя и медвежат. Одиннадцатый пункт. Значит, всякого человека воспитывают как героя. Герой, ты защитник. Ты защитник нашего общества. Герой, ты должен проявлять массовый героизм. Ну, в демократических странах такого нет. А у нас, например, посмотрите, есть юнармия, есть юнармия, у нас есть парк патриот. У нас есть масса военно-патриотических организаций, которые воспитывают будущих героев. Значит, ну, потому что страна находится в состоянии военного лагеря, да? Двенадцатый пункт. Перенос стремления к власти на половую сферу. Культ мужественности. А также уничтожение секс-меньшинств. Уничижение секс-меньшинств. Посмотрите, что было в гитлеровской Германии. Там был культ силы, мужественности. Вот эти все изображения этих атлетов там различных и так далее. Посмотрите у нас. Сказочный национальный лидер. Я не буду показывать пальцем постоянно. С накачанным торсом. Скачет на лошади. Плавает в реке или в бассейне. Качается в качалке. Это прекрасное мероприятие. Спортивное. Я имею ввиду культ мужественности. Но тем не менее, гораздо... Это культ обезьяны, скажем так. Культ обезьяны. Потому что она крепкая, она сильная. Она лазит по деревьям. Но с головой не все в порядке. Правильно? Культ мужественности это не что иное, как убрать мозги и заниматься исключительно мышцами. Ну и, например, качественный популизм. Или начальственный популизм, скажем так. Что вождь воплощает волю народа. Народ сам никакой роли не играет. Но вождь с помощью пропаганды, агитации ставит себя в такое положение, что он воплощает волю народа. То есть он это народ фактически. Ну, как... Государство это я. Как говорил Людовик XIV. Но главное до мозгов каждого люмпина довести, что вот этот человек, вот этот великий человек, если не он, то кто, воплощает волю моего народа. И волю мою в том числе. Ну и, наконец, примитивный язык. Заметьте, все выступления, все доклады, которые в этой среде проводятся, производятся, скажем так, со всех трибун, звучат очень легко и просто. И никогда не задействуют различного рода научной лексики. Иногда до смешного доходит, когда начинают разговаривать языком подворотни или языком лагерно-блатного жаргона. Серьезно. То есть, чем приводить выдержки из трудов классиков экономики, политологии, дипломатии и военного дела, а там очень много специфических терминов, люмпин не поймет, проще разговаривать лагерно-блатным жаргоном. Вот и все. Или языком подворотни. Теперь проводите параллели сколько хотите. Кто не успел все 14 пунктов запомнить или записать, пересмотрите этот ролик, вам будет еще интереснее. Я привел высказывание или статью великого итальянского мыслителя, философа, писателя Умберто Эко. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok